КОНЕЦ 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 О, Викук. Тебе кого, милая? Я учительница. А учительница! Ну с приездом. Проходи, прискакаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, рано тебе еще в школу-то? Уборщица я здесь Настя зовут. А ты что, одна приехала? Одна. А муж твой где? Умер. Такая молоденькая. И я своего схоронила. Родные-то есть? Отец, но он далеко, на Урале. Как тебя зовут? Аленка. Не надо. Ну, здравствуй, Аленка. Учинка приехала, учинка приехала, учинка приехала. Учинка приехала, учинка приехала, учинка приехала, учинка приехала, учинка приехала. Как вы? Алик, где Николаевич едет? Учинка, учинка, это что за слово? В русском языке такого слова я не знаю. А вы? У каждого человека есть имя. Вот тебя как зовут? Митька. А у взрослых есть еще и отчество. Ясно? Ясно. А что вы здесь идите, как старички? Какие мы старички? Ну, а если мы старички, тогда бегом марш. Здравствуйте, дорогой коллега. Здравствуйте. Разрешите представиться. Ручьев Алексей Николаевич, учитель средней школы в холмах. Я ваш сосед. Это мои побежали. Вернее, теперь уже ваши. Бывало, зимой помораживались. Семь километров на санях возили. А теперь своя школа, и вы в ней первая учительница. Где вы учились? В Ленинграде. Ах. Ну и, честно говоря, не очень хотели ехать в деревню, в глушь. Честно говоря, хотела. Нет, правда? Ну, это мне особенно приятно слышать. Ведь я здесь родился. Места у нас здесь исключительно красивые. Особенно хороши зори. На лугах туман, а небо уже розовое. Вы, наверное, литературу преподаете? Нет, математику. И запомните все математики. Немножко поэта, что ли. Ну, что ж, пожалуй, поеду и я. До свидания. До свидания. Чудак какой-то. Хороший он. Хорошие только дети. Родина. Хороший. КОНЕЦ 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 Перемена! А ты чего сюда прикатил? Да еще с собакой! Иди-ка отсюда! Ребята, смотрите! Что я ей подложил? Тихо! Идет! Кто это сделал? Ты что, Лида? Убери сейчас же! Ух, ели, да? Да! Тебе что, Кондакова? Нельзя! Тихо! Ребята! Безобразие! Там собака! Все-таки прошмыгнул! Ну! Все! Иди-иди-иди! Продолжим уроком! Пожалуйста, посидите тихо! Тихо! Ух! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы запомнили? Ну, а как вам народ? Как люди? Ну, что ж, люди, по-моему, хорошие. По-моему, тоже. Алексей Николаевич! Мои. До свидания. До свидания. Что, вкусные яблоки? Ага. Значит, работаешь. Работаю. Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я вас вчера в Раново видел. Хотел подойти, но вы куда-то и исчезли. Торопилась домой. Лида, я тобой сегодня очень недовольна. До свидания, Алексей Николаевич. Иди, и чтобы завтрак пришла новая. У вас ко мне какое-нибудь дело? Нет, дела никакого нет. Собственно. Ну что же мы стоим. Заходите. Да нет, я... Я, пожалуй, пойду. Идемте. Я вас чаем угощу. Раздевайтесь. Давай не беспокойтесь, Паша. Простите, пожалуйста. Да нет, вы можете говорить, Громыч. Позажите, пожалуйста, мои тетрадки на стол. Я сейчас. Простите, пожалуйста, мои тетрадки на стол. Позажите, пожалуйста, мои тетрадки на стол. Позажите, пожалуйста, мои тетрадки на стол. Маленькая моя, как мой. Иди ко мне. Бессовестная. А ты минутку. Сейчас будем кушать. Хорошая моя. Ой, что это у вас? Это ходунки. Надюшка, иди ко мне. Нет, мы так не можем. Нам нужно одеться. Сейчас, сейчас. Ну, все в порядке. Ну. Вы? Пойду. Ну, что это? Не знаю. Что это? Краскополь. Что это, папа? Что это, папа? Что это, папа? Пошла. Знаете, бывают такие ощущения, встречаются два человека, правда, это несколько пошло звучит, но мне кажется, что я вас уже когда-то видел и давно-давно знаю. Ну, что вы можете вам не знать? Что? Ну, наверняка вы кончили институт. Институт я не кончала. Ушла с третьего курса. Ах, да, я слышала, у вас муж умер. Нет, он живой. Но я всем говорю, что умер. Вот видите, ничего вы не знаете. Даже мой отец ничего не знает про нас. Вкрываемся мы от него. А вы говорите, встречаются два человека, и им кажется, что они очень хорошо знают друг друга. Никто ничего не знает. И никому нельзя верить, да? Да, никому. Разве только детям. Ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ха-ха-ха! Дерь, Николаев. Сами-то ешьте. А нам ее хватит. Тут ее вон как много. Дерь, Николаев. Спасибо. Алена! Вера Николаевна! А я по-личному. Ну-ка, ребята, бегите домой. Идите, идите. Ну, говори. Женимся мы. Ну, и очень хорошо. Поздравляю. Да. Несерьезный он. Так трепач какой-то. Вера Николаевна, скажите, может быть, во главе семьи не самостоятельный человек? А? Ну что, почесала зубки? Глупенькая. Осторожно, осторожно. Понятно, посоветовалась. Впечатлительная ты. Деешь или нет? Горе ты мое! Время! Смотри, не подавись. Ничего, Кость, мягенький. Ого, вкусно? Нет, ребята, это еще не та уха. Нужно пять сортов рыб. А здесь леща не хватает. Ого, уже очистили? Молодцы. Ой, как мало. Мало? Возьми удочки и налови много. Вот и наловлю. И никому не дам. Вера Николаевна, можно и мы? Идите. Митька, пошли. Осторожно, там у воды. Хозяйственный мужик, Васька. Жадный. Все мое. Но глава хорошая. Вы, наверное, родились учителем. А вы разве нет? Я тоже люблю школу. Правда, поняла я это не сразу. Да, школа. Вы знаете, летела я здесь недавно самолетом из Москвы. В совещании учителей. Смотрю вниз. А там поселки, деревеньки разбросанные, маленькие. А в каждой деревеньке школа. И вот тогда как-то я особенно почувствовал, что мы занимаемся, может, незаметным, но добрым делом. Вы, наверное, скучаете по Ленинграду. Говорят, красивый город. Никогда в нем не был. Видите, какой я глубокий провинциал. А вы, значит, Ленинградка. Нет, я тоже, как вы говорите, провинциалка. Родилась на Урале. В шахтерском поселке. О чем вы сейчас думаете? Так, дом что-то вспомнила. Отца. Выросла я на руках у него. Помню, сам повел меня в школу. Уроки мои проверял. Страшно волновался, когда я поступала в Ленинградский педагогический. Я ведь так и думала. Закончу институт и поеду к нему. И не поехали. Почему? Вера Николаевна, вы помните наш разговор зимой? Помню. Вы тогда сказали, даже мой отец ничего не знает про нас. Скрываемся мы от него. Вы сейчас так хорошо говорили о нем. Не понимаю, что можно скрывать от такого человека. Скрыла я от него, что у меня ребенок. Отец ведь ничего не знает про Надюшку. Когда мы с ней на втором курсе остались одни, я сначала хотела ехать домой. Но растерялся. Сразу не открылся, а потом было поздно. Стыдно. Ветер поднялся. Алексей Николаевич. Вера Николаевна. Смотрите, какого мы рыбу поймали. У-у-у, давай ведровую. Кто поймал-то? Я. Молодец. Дети, сейчас соберите уточки. Осторожно садитесь в лодку. Едем домой. Расхватывайся. Поймал какую-то малявку. Зря я вам все рассказала. Я вас так мало знаю. Ну, какой вы? Кто вы? Ну, как вам не стыдно? Не сердитесь. Слышите? Суббота сегодня. Танцы. Сто лет не танцевала. Можно пойти. На танцы? А что? А что? А что? Вера Николаевна, скорей. Все уселись? Да. Едем. Домой! Домой? Ты меня любишь? Ну, не так, как надо. А как надо? Ну, как? Ну, видишь, сама не знаешь. Свадьба у нас скоро. А ты хоть бы раз цветы мне принес. Цветы? А зачем они тебе? Наташа. Наташа! Тоже мне принцесса. Цветочки. Дай закурить. Эх, ты напрасно насчет цветочков-то. Цветочки в артоник всегда хороши. Эх, жаль, в нашей деревне цветов-то мало. Да при чем здесь цветочки? Цветочки. Не то сейчас время, правильно, Алексей Николаевич? Нет, неправильно. И время здесь ни при чем. Человеку и в космосе нужна будет ветка сирени. А это ты хорошо, Алеша, насчет сирени-то сказал, а? Это не мои слова. Я их вычитал в комсомолке. А? Не, ну, все равно. Хорошо. Хорошо. Хех, хех. Хех, хех. Рень, пара, м. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ой, как же ты, милая, в их влезаешь-то. Вот. Ой, сарамата. Приятного аппетита. Спасибо, не жалуюсь. Гражданочка. Это вы меня? Вас. От пристани до большего. Далеко тут? Километра три. Спасибо. А вам кого там? В школу мне надо. Ммм, ребятишек учить будете? Нет, нет, у меня дочь там, учительница. О, так я ж её знаю. Садись, садись. Ну, как она там? Хорошая она у вас. Жалеют её все. Жалеют? Почему? Ну, вот почему. Сам знаешь. Молоденькая, а муж помер. У вас и жалеют. Что? Вы что-то не то говорите. Путаете. И ничего, я не путаю. И дочка у ей. Какая дочка? Какая-какая? Ну вот. Вот какая. Никого у неё нет. Она одна у меня. Слава богу, ещё не замужем. Вы извините, может, что и путаю. Я-то сама не из большего, а из соседней. Оно и видно, что из соседней. А чё это она не встречает-то? Эх, дочка. Учитель стал показывать Филиппку буквы. А Филиппок их уже знал. И немножко читать умел. Ну-ка, сложи своё имя. Филиппок сказал. Хве-и. Ли. Ли-и. Ли. Филиппок. Хв. Молодец, сказал учитель. Кто же тебя учил читать? Костюшка. Я бедовый. Я сразу всё понял. Я страсть какой ловкий. Учитель остановил его и сказал. Ты погоди хвалиться. А поучись. С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу. Алёна, расскажи. Ты чья такая? Ты не могла поступить в школу. Ха-ха-ха-ха. Мама. 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 Алёна, не вертись. Купила мать скидь. И хотела их дать детям после обеда. Они не знали. Мама никогда не ел скидь. И всё нюхала их. И очень им не нравились. Очень хотел скидь. Он всё ходил и не мыслит. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну скидь и съел. Перед обедом мать сочла с Верей и видит одну нюху. Мама. За обедом мать скидь говорит. А где твоя мама? Мы съемли кто-нибудь из вас одну скидь. Да. Ребята, откройте дневники. Бойцов, тебя это не касается? Вам кого, гражданин? К дочери я, к Вере Николаевне. Скажите, скоро кончится урок? Пошли. 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 Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! 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 Вот и всё. Непонятно. Порой нас судят за пустяк. А тут сломают жизнь человеку. И остаются безнаказанными. Да каких же пор это будет? Кто с тобой, доченька? Опять что-то от меня скрываешь? Ты что же? Даже родному отцу перестала верить. Как же ты думаешь дальше жить, доченька? Нельзя так. Нельзя так. Из-за одного какого-то негодяя чернить всех людей. Не все такие. Есть хорошие. Слишком хорошие. Увези меня отсюда, папка. Увези. Ах! 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 Вин! 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 Настенька, передай это Вере Николаевне. Не любит она этого. На дорожку. Ладно, передам. Не понравилось ей у нас. К отцу она едет. В каком классе-то? И в каком? Ничего. Пойдешь осенью. Теперь не знаю. Что так? Зачем вы нашу училку увозите? Что она вам плохого сделала? А? Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Здравствуйте! Ну что, можно ехать? А может, не поедем, а? Ничего. Приедет другая учительница. Хоть это какая попадется. Иные деревни-то едут, будто одолжение делают. А ты всем сердцем. Спасибо, дедушка. Только вот ничего особенного я не сумела сделать. Да ничего особенного делать и не надо. Душа в тебе есть. Привыкли мы к маме родить таланты. Ура, как и свои. Ура, как и свои. Свадьбу у вас когда? Да уж скоро теперь. Погуляли бы. Я уж думал, что вы детишек наших учить будете. Ну, а чего? Вера Николаевна. О, цветочек. Давайте я вам помогу. Вера Николаевна. Ты что ж, с Алешей не простилась? А? Нехорошо. Надо подождать. Не надо. Нехорошо. Здорово, батя. Когда ехал? Сейчас. Это мой отец. Мы едем домой. Значит, уезжаете. Ну что ж, счастливо. На палубе ветер, а вы легко одеты. Ничего. Нет. Я вам все-таки скажу. Я догадываюсь, почему вы уезжаете. Нельзя. Нельзя жить без веры в людей. Вы молодой учитель. Вы не имеете никакого права. И сейчас вы поступаете, как напуганная девчонка. Я вам так резко говорю только потому, что вы мне дороги. Вера Николаевна! Вы что? Ребята, вы что? Попрощаться. А кто вам сказал, что я уезжаю? А кто вам хочету? Сурнапger-пайнул. Ура. 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 Ой, как я устала. А я совсем не устала. Вер, Николай, это. Ой, училка обратно приехала. Алёнка, чего я? Училка обратно приехала. Что это за училка? Учительница. Ясно? Ясно. Пошли. 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 Субтитры создавал DimaTorzok